Совсем недавно мы делали сюжет про уборку активистами очень захламлённого двора, где живёт недоброжелательная хозяйка по улице Подгородской. А в этом сюжете речь пойдёт о не менее грязной жилой территории, которую бывшие хозяева превратили в мусорный полигон. Привести её в порядок вновь вызвалась работающая молодёжь. В этот раз сразу трёх предприятий – Берестейский пекарь, Брест Торчермет и Беларусьнефть, Брест Облнефтепродукт. А главным организатором эко-акции выступила администрация Ленинского района города над Бугом. Мы с вами присутствуем возле жилого дома, бывшая собственница, которая умерла в начале этого года. И, к сожалению, она страдала такой, можно сказать, болезнью, как завыносила мусор на территорию своего участка, своего дома. Эта проблема волновала всех жителей. Ну, при её жизни невозможно было в связи с её отказом какие-то допускать, на свою территорию убрать. Хозяев уже нет, умерли, каждый своей смертью. И наследство, которое они после себя оставили – горы мусора, которые успешно были утилизированы молодыми активистами БРСМ. Для начала думали, что просто надо помочь бабушке убраться на территории. Но когда сюда приехали, увидели вот это всё, конечно, были очень сильно поражены, удивлены объёмом работ, который надо сделать. Но мы молодёжь, мы постараемся всё сделать в лучшем виде, украсить наш город, сделать его более чистым и помочь нашему обществу, конечно же, в этом деле. Сама акция за дело у нас традиционная. Мы видели много разных домов, много разных дворов. Но то, что мы увидели сегодня здесь, наверное, повергло шок даже бывалых наших активистов, которые не впервые принимают участие. Но, тем не менее, ребята молодцы. Ребята закасали рукава, так сказать, и принялись за дело. Такие дома, как на Подгородской и нынешней на Домковской, как чёрные точки на лице нашего прекрасного города Бреста. Их единицы и коммунальные службы, неравнодушные люди делают всё, чтобы избежать таких ситуаций, но, к сожалению, за всем не уследишь.